Добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба меня зовут Рудов Сергей я руковожу обучением в нашей компании а также веду этот youtube канал в предыдущем ролике от академии колба мы анонсировали первую лабораторную работу это затирание либо осахаривание как хотите так и называйте крахмала содержащего сырья для вашего зернового напитка то есть по сути мы готовили брагу которую будем перегонять я уже видел люди сдают первые работы а так как если мы делаем методом горячего осахаривания такая брага играет очень быстро буквально за три дня поэтому я спешил делал этот ролик для того чтобы брага не простаивала у людей чтобы всегда было все в работе и основная цель этого видео конечно же сообщить вам что лабораторная работа номер два первый перегон зерновой браги открыта и вы можете уже начинать перегонять свои зерновые браги которые мы делали в прошлой лабораторной работе давайте немного пробежимся по отличиям зерновой браги первого перегона и сахарной браги первого перегона если сахарной браги все было максимально просто и быстро то в зерновой В Праге есть некоторые нюансы. Во-первых, гнать желательно на медном оборудовании. Если у вас есть какие-то медные части самогонного аппарата, либо царги, либо повороты, установите на первый перегон именно их. Если у вас ничего такого медного нету, то хотя бы установите внутрь царги медную РПН-ку. Укрепления никакого не будет, но тем не менее будет взаимодействие с медью. А это очень важно в зерновых напитках. Медь должна присутствовать и на первом, и на втором перегоне. Второе условие и отличие от сахарной браги. Перегон и брожение желательно при помощи пеногасителя. Вот у меня вот такой вот пакетик. Эта субстанция добавляется в брагу во время брожения, либо во время перегона, для того, чтобы не было брызга у носа. Если брага пошла у нас сквозь самогонный аппарат, сквозь холодильник, прямо к вам в приемную емкость, отбор стоит прекратить, все это обратно перелить. В следующий раз перегонять уже с пеногасителем. Это очень важно, иначе ваш продукт будет испорчен. Также как раз таки из-за брызга у носа перегон желательно делать с диоптером. Через диоптер вы будете видеть, есть ли у вас какой-то брызга у нос, либо нет. Поэтому я и в видео гнал с диоптером, и вам рекомендую купить этот прибор, для того, чтобы всегда вы могли видеть, все у вас в порядке с перегоном или нет. А что касается зерновых, так диоптер практически обязательный. И последнее отличие зерновой браги от сахарной. Гнать зерновые браги нужно до воды, нужно забрать все оттуда спирты, потому что выход не такой большой, как у сахара. Нужно сохранить всю ароматику, которая содержится во всем сырье, поэтому желательно забирать все до воды. Максимум оставить 5% в струе, но это максимум, я думаю. Я для того, чтобы мониторить, использую попугай. Сюда мы устанавливаем арометр, и всегда в реальном времени видим, какая крепость у нас идет сейчас в струе. Просто сравните, будете вы заходить к себе на кухню или в ванную, где у вас идет перегон, каждый раз вам нужно будет набрать целый цилиндр, ждать у самогонного аппарата, потом арометром уже смотреть, готов наш спирт-сирец, закончили наш перегон или нет. А так вы просто заглядываете, смотрите, ага, на арометре у меня сейчас 10%. Ну, ждем еще. То есть, это устройство буквально очень хорошо экономит ваше время. Поэтому вот в таких нюансах попугай, конечно же, нужен. В принципе, это были основные отличия зернового первого перегона от сахарного первого перегона. Итак, задание вы можете найти по ссылке в описании. Те, кто еще не зарегистрировался на наш курс по зерновым напиткам, но очень хочет его пройти, по этой же ссылке проходите. Вы попадете на Академию Колба, где будет вся теория, а также практика. Этому видео обязательно лайк, кто еще не подписан, с вас подписка. До скорых встреч. Пока-пока.